1. 6 ноября. Встреча с учителем в долине слияния. 2. При вступлении брата в единую семью я у него спросил, кушает ли он рыбу. Он ответил, да. Я спросил, при каких условиях, почему. Он ответил, что жена беременная готовит рыбу, иногда ей хочется, а он не считает правильным перебирать еду. 2. Уместно ли было с моей стороны выразить смущение по его вступлению в семью? 3. Уместно. 4. Семья, услышав это, все-таки приняла человека и не увидела, что это нарушение. 5. Но сейчас ты уже скажешь, вот, смущение, оказывается, было у меня уместно. Или ты хочешь сказать, все, стоп, баста, карапузики. 6. Я пришел сказать, что вы все неправильно сделали. Ты хочешь что-то такое выбрать? 6. Нет, нет. 7. Ну и все? Ты придешь и скажешь, я уточнил про смущение. Оно, оказывается, было уместно. Не задавайся дальше вопросом, как вести себя всей семье. 8. А мне при этом подсказали, что это не закон, что учитель сказал, «Ешьте хоть навоз бэкслэш». 9. Навоз разрешаю есть. Рыбы не разрешал вроде, не было такого. 10. А я узнал, что, оказывается, в единой семье у нас некоторые едят рыбу. 11. Ну, это слабаки. Слабаки, на которых уже сложно будет рассчитывать. Если уж они в этой малости не могут себя победить, если со своим желудком справиться не могут, то говорить о каких-то духовных задачах это становится вообще проблемно. 12. Хорошо. Но если люди в семье продолжают есть рыбу, то надо ли мне подходить и каждого спрашивать? 13. Что именно спрашивать? Ты ешь рыбу или нет? Что ты будешь спрашивать? 14. Мотив. 15. Мотив, почему он ест рыбу? 16. Да. 17. Зачем? Он хочет. Дальше что? 18. Врач ему прописал, к примеру. Есть такие ситуации. Если врач прописал, «Все нормально», значит, да. 19. Но я же не оговорил ничего другого. Если учитель не договорил, значит, можно придумать. 20. Этим вы сейчас сами решаете свою жизнь, свою судьбу и многое-многое. Это детское такое состояние уже как-то не привлекает, неинтересным становится. Какая-то примитивная наивность. Не умеете с себя требовать ничего, вот тогда чего вы тут толчетесь и время занимаете? 21. Делы так много, еще и ерундой это заниматься определять, что кушать, что не кушать вам, еще подсказывать эту тему. Как можно меньше вам надо будет кушать. Чем меньше будете кушать, тем лучше. 22. Учитель, допустимо ли было мне отправить с горы в деревне 2 килограмма яблок на гостинце? С единой семьей я это не согласовал. 23. Там не выращивают яблоки или что? 24. Нет, выращивают. Просто отправил. 25. Да ничего. В этом проблема сейчас не просматривается. Вопрос задан как-то очень специфично. 26. Просто у нас есть правило, что... 27. То есть вопреки правилам города ты сделал так. Нормально ли, что ты нарушил законы города, правила города? Вот так ты хочешь спросить? 28. Нет. Я понял, что сделал неправильно. 29. А спросил тогда что? Что бы я тебе сказал, если нарушил нормально? 30. Получается, у меня самого вопроса и не было. 31. А спрашивал у меня что? Просто так? Вопроса нет. Можно я спрошу, учитель. Все равно, хотя мне все понятно. Бэкслэш. 32. Женщина находится в единой семье, но и муж у нее не верующий, не в единой семье. У мужа большая потребность выезжать в мир к родственникам, и он там себя очень хорошо чувствует. В последний раз, когда они выехали, они были там полгода. Женщина задает такой вопрос, я, находясь там полгода, испытывала большой дискомфорт. Потом почувствовала жизненно важную необходимость вернуться. Но муж не соглашался возвращаться. Я уехала сама. Видела, какой он был расстроенный, что я уезжаю. Не было ли моей ошибки, что я оставила мужа в переживаниях, а сама уехала, почувствовав невозможность там больше пребывать. Бэкслэш. 33. У него будут регулярные переживания, если она сделает что-то не так, как он бы пожелал. Всегда будут такие расстройства. И если именно этот оттенок, нормально ли оставлять его с расстройствами, тогда надо всегда удовлетворять все, что он будет просить. Тогда это расстройство как бы может уменьшить. 34. Но оно все равно легко может появляться. Потому что, желая сделать, как он попросил или потребовал, ты не все будешь делать так, как он действительно хотел, и детали мы уже... Хотя ты сделала шаг навстречу, но что-то опять может оказаться не совсем так. 35. То есть если предъявляются требования, то их в принципе удовлетворять очень сложно. Они начинают расти о множице в нюансах, и удовлетворить требующего почти невозможно. 36. Поэтому надо какой-то другой оттенок посмотреть. Правильно ли оставила переживающим это странный вопрос? 37. Но женщина же должна внимательно следить за психологическим состоянием мужчины, тем более мужа. И вот эта деталь ее смущает. 38. Ты проговорила жизненно важно. То есть, если не сделать шага, жизнь может дать серьезную трещину и как-то повлиять на психическое состояние. То есть это связано вообще с возможностью человека выжить, как-то удержаться в жизни. Когда так спрашивается, при чем здесь переживание? 39. Или все-таки остаться и просто рухнуть там, что-то такое. Но от этого легче ему станет? Она осталась ради него и упала. Но зато осталась. Как здорово! И он спокойно перешагнул через нее и пошел делать свои дела. Ну, картину будет немножко странно рисоваться. 40. Тогда для нее очень важно понять, что она. 41. Если жизненно важно, то нет смысла спрашивать. Это как разговор о жизни идет для человека. Ему лучше следовать, конечно, тому, что для него действительно самым ценным является. 42. Либо какая-то может быть ситуацией, где требуется жертва. Тогда здесь надо посмотреть, во имя чего жертва, спасает ли она или просто удовлетворяет ее то пожелание. 43. Пожертвовать и спасти кого-то, удержаться, потому что знает, что если покинет человека, именно такого, который беспомощен, то могут возникнуть ситуации трагические в его жизни, если он останется один. Это один вариант. 44. Другое дело просто не удовлетворяется желание. Человек здоровый, он вполне может решать задачи жизненные, это уже другой оттенок. Здесь уже может рассматриваться под вопросом возможность жертвенности. Такая жертвенность может быть больше подножкой, чем помощью. 45. Я правильно поняла, что женщина может успокоиться и не считать, что она. 46. Успокоиться она не сможет, если она чувственно привязана, она будет переживать. Просто может делать такой шаг. Но успокоиться так не получится. 47. Не считать ошибкой, нарушением истины, что она оставляет мужа в переживании? 48. Нет. Это в данном случае может зависеть от каких-то деталей дополнительных, которые сейчас просто не прозвучали. Есть просто пожелание мужчины и ее решение как жизненно важное, больше деталей нет. В этом случае пока говорить об ошибке сложно. 49. Женщина находится в единой семье. Идет по улице, встречает жительницу этой деревни, которая занимается серьезной нумерологией. И она этой женщине говорит, «Я посмотрела данные твоего мужа, он избранный хранитель таких-то знаний». «Ты, пожалуйста, ему передай, что он такой великий». Женщина засмущалась и задала себе вопрос, «Могу ли я передавать мужу то, что увеличивает его значимость?» «Не будет ли ее ошибкой, что она это ему не передаст?» 50. «Может передать». Ее же попросили. «В данном случае это возможно». 51. «То есть ей не надо опасаться чего-то, переживать за него». 52. «За что тут переживать?» 53. «А у него, как она говорит, и так эта слабость есть». 54. «Ну она же есть, значит, уже надо переживать». «Причем здесь соседка или кто-то еще?» То есть уже можно переживать, если слабость есть. «Ну и до каких пор переживать?» 55. «А это как бы увеличивает его значимость». 56. «Так она и будет увеличиваться, если он над ними работает. Она будет увеличиваться обязательно». 57. «Не скажет ему встреченная женщина, он сам придумает, что он хранитель законов умножения Вселенной». И тут уж только останется преклониться. Таблица умножения известна уже вселенского масштаба. 58. «То есть спокойно передала Ив все?» 59. «Да, конечно». «Скажи, встретила тут». «Оказывается, ты у меня хранитель знаний». «Какой ты у меня умница». «Голова бэкслэш». 60. «Вопрос от воспитателя семейного детского сада». В детском садике с целью развития воображения девочек делают самодельные куклы без лица. То есть глазки, ротик, носик, ничего не рисуется. Воспитательница засомневалась, что это правильно, и спрашивает, нет ли ошибки, что мы делаем такие самодельные куклы? Благоприятно ли это для развития девочек? Развивает ли это действительно у них воображение и способствует ли это их чувствование у красивого бэкслэш? 61. А кто-то может очень красиво нарисовать? 62. Наверное, могут. 63. Точно. 64. Точно могут. 65. Именно красиво могут нарисовать? Именно по-настоящему красиво? Слово «красиво» — это же такая штука очень серьезная. На тряпочке выпуклое нарисовать красивое лицо — это надо быть уже мастером, наверное. Итак, над каждой игрушечкой сидеть это. 66. А цель воспитателями правильно поставлена, что когда лицо без всего — пустой материал. 67. А когда сами дети делают себе игрушки, они рисуют красивые лица? 68. Я так поняла, что им не предлагается это. 69. Вот если сами дети берутся и делают себе игрушки, но нет в магазине игрушек, они будут красиво рисовать? 70. Нет. 71. Нет. А они будут с удовольствием играть? Будут. То есть предполагается, что если нет магазинного ничего и дети это делают сами, то это развивает их. 72. Ну а тут просто не они шили игрушечки, а кто-то шил другой. Конечно же, это не нарушает ничего. А говорить о красивости уже несколько специфично будет. Но отсутствие нарисованного лица не носит какого-то опасного характера. 73. Если дети с удовольствием играют, нормально все. Они действительно все придумают, и гораздо лучше, чем это сделает взрослый за них, нарисовав что-то. 74. И это развивает воображение? 75. Конечно. 76. Учитель, допустимо ли делиться своей радостью ненавязчиво, хотя ближний все время очень занят и у него мнение, что ему это не надо? 77. Пока не понял. Ничего конкретного пока не прозвучало сейчас. Что такое радость, в твоем понимании? То есть ты делишься с ним, и, может быть, это пугает его. И сейчас ты мне расскажешь, я тоже вздрогну, но о тебе радостно. То есть мы пока говорим о чем-то очень туманном. Поэтому поточнее говори. 78. Когда у меня очень хорошее настроение, я рассказываю, что я увидела, услышала, придумала. У меня внутри наполнение такое, и я начинаю об этом рассказывать. А он просто время от времени высказывает мнение, что ему это не надо. 79. И вопрос. 80. Я перестала делиться, и отношения стали стабильно хуже, прохладней. Мы не живем вместе. 81. Верно, верно. 82. Правильно ли я почувствовала, что надо останавливать тебя в выражении радости? Я перестала делиться своим хорошим настроением. Как быть? 83. Хорошим настроением не обязательно делиться через слова. Вовсе не обязательно. Делись молча, ты же делишься энергией. Или звуками. Радость это не значит, что ты рассказываешь об этом. 84. Ты рассказываешь о радости, но ты ее не передаешь в этот момент. Вернее, ты можешь передавать, если ты уже в радости находишься, но сами слова о радости это немножко разные вещи. 85. Испытывать любовь и тут же рассказывать о любви что-то. Сами по себе слова будут грубо выглядеть, тебе не удастся выразить чувства словами. 86. Тебе будет казаться, что удается вроде бы что-то передать, но это все будет грубая попытка передать чувства словами, какими-то знаковыми образами. Потому что под всеми этими знаками у всех разное подразумевается. И все, человек не сможет то же самое увидеть, что ты пытаешься передать. 87. Если тебя волнует возможность передать радость, ты ее просто излучаешь, делая что-то простое, молчишь, из тебя она исходит и делает то, что нужно сделать в этом случае. 88. А это больше эгоистическая часть. Тебе кажется, что он тебя не слушает, что, если ты не расскажешь, он не обратит внимания на твою радость. Да зачем на нее обращать внимание? 89. Если ты наполняешься радостью, ты меняешь окружающий мир в этот момент, все меняешь вокруг. Уже действие нужное происходит. 90. Зачем его замечать? Почему надо обратить внимание человека на это? Почему он должен подтвердить, да, молодец, хорошо, здорово. Вот для чего. Это начинается уже эгоистическое взаимодействие друг с другом. 91. Радость не эгоистическая вещь. Она уже носит немножко более возвышенный характер, более благородный. Но это не нуждается в том, чтобы говорили об этой радости. Так что спокойно выделяй эту радость, не надоеда ему. 92. А вот когда я рассказываю своим другим друзьям, у меня внутри много-много радости, и она расплескивается. А с ним рядом я все время, получается, себя останавливала, и это как бы пряталось все. 93. Просто запомни главное, что я тебе сейчас рассказал. Главное это быть в радости. Не говорить о радости, а быть в радости. И все главное, с этим связанное, настоящее, и будет происходить. Все остальное, что может тебе показаться, что это еще лучше, будет только хуже. Это неверное отношение. 94. Если тебе хочется изобразить что-то красивое посредством чего-то, приселая музыку создаешь, запечатлеваешь в изобразительном искусстве, пытаешься влить туда свою радость. Это тоже интересный момент воздействия на окружающую реальность. 95. Но тут еще все зависит от того мастерства, которым ты обладаешь. Можно тоже все испортить, радость ты начнешь вкладывать, но лучше на это не смотреть. 96. Человек играет непрофессионально, но он радость выражает. Такую музыку лучше послушать, заткнув уши, чтобы не испортить ничего. Просто посмотреть, как он с радостью играет, почувствовать, что из него исходит, а не что он там бренькает. 97. Это тоже надо еще суметь сделать красиво, чтобы почувствовать, и еще и полюбоваться. Но надо учиться развивать в себе эти качества. 98. Так что главное это быть в радости. И этим вы меняете мир. Торопитесь рассказать, думайте, что, если не расскажете и вас не слушают, радость не передастся, глупости. Радость уже начинает действовать на окружающий мир с момента, когда вы почувствовали в себе эту радость. 99. Вы почувствовали ее и она проявляться начинает через вас. Пошли импульсы от вас кругами, изменяя окружающее пространство. Все достаточно. Остальное скромность и смирение. 100. Здравствуй, учитель. На данный момент у горского хора и у регента хора нет четкого понимания и участия этого коллектива в праздничной литургии. Вот скажи, пожалуйста, какой из вариантов более правильный? Первый, что горский хор вливается в имеющийся сводный хор с теми оттенками, которые там предлагаются. И есть даже такое представление, что не обязательно петь горскому хору, а главное держать состояние людей, которые здесь живут, дух, чтобы мужчины дух держали. И второй вариант, что горский хор планирует, какие будут псалмы в праздничной литургии звучать, с какими оттенками, в каком темпе, и в это уже вливается сводный хор. 101. Ну а что, заспорили? 102. А спора не было. 103. Но же вопрос вынесло, значит, нет согласованности, нет единого понимания. 104. Да, единого понимания нет. 105. А раз его нет, это уже и есть спорное состояние. Я не говорю, не подразумеваю, что спорят и торут, сдергивают друг с друга накидки. Я не рассматриваю этот вариант. 106. Просто, если нет одного понимания, это спорная ситуация, вы не знаете, как поступить. Вот я предварительно хотел некоторое уточнение сделать. Потому что кто-то первое предложение выдвинул, а кто-то другой почему-то отказался, предложил другой вариант. Значит, он не согласился с первым. 107. Но по каким-то аргументам он не стал соглашаться с ним. Вот тут хорошо бы посмотреть, что начало происходить, как и кто размышлял, какие аргументы в этот момент приводил. 108. На хоровом семинаре, где присутствовали священники и хорместеры деревень и горы, была донесена твоя подсказка о том, должен ли участвовать горский хор в принципе в литургии праздника. Ты сказал, если я правильно помню, что нам нужно участвовать и что горский хор должен составлять основу литургии. 109. Вы услышали эту подсказку и что дальше? 110. Там велось рассуждение, что же такое основа. 111. С основы начинается все, это как база, она уже не меняется. И вы начинаете детали рассматривать. 112. Вот именно там возникли вопросы, в том числе и у хорместера сводного хора возник вопрос. 113. Но вопрос, который ты задала, противоречит вообще этой базе, этой основе. предлагается совсем другая основа. В основу слышали, теперь, не меняя основу, вам надо поменять детали. А вы предлагаете другую основу, как будто подсказки не было. 114. Вам надо деталь рассмотреть, не меняя основы. Сказано о горском хоре все, значит, это основа. Смотрите теперь детали, но не меняйте основу. 115. К примеру, составляется список праздничной литургии. 116. Ну и обоплитесь, если предложил горянин что-то сделать. Сделайте, попробуйте. 117. Это не сцена театра, где люди приходят, заплатив деньги, послушать что-то, посмотреть друг на друга и показать друг другу, кто в чем одет. Другой мир вы создаете здесь совсем другие ценности. 118. Учитель, а у меня пение уже сейчас как-то не на первом месте получилось. Подошла к микрофону Татьяна Алыцкая. 119. Тань, радуешь, радуешь, улыбнулся учитель. 120. Ты знаешь, в какой-то момент я подумала о том, что готова опять кому-то служить, претерпив какие-то сложности, и мне тут же поступило предложение от мужчины стать ему помогающей. И более того, это лучшие условия, чем те, в которых я живу, у меня очень холодное жилье. Естественно, я на это откликнулась и с удовольствием служу мужчине уже неделю. 121. О! 122. Он обо мне заботится, мы хорошие друзья. Мы много говорим о тебе, он устремленный верующий. В общем, все просто заоблачно, и я радостью блещу уже целую неделю. Но вдруг я посмотрела на свою жизнь, чего-то мне не хватает. А чего мне не хватает? Я хочу на гору, я хочу служить тебе, хочу претерпевать опять эти сложности. И думаю, надо же, только семь дней побыла женщиной. И теперь у меня вопрос, либо я ненормальная женщина. 123. Да ненормальная, конечно, Тань. Ненормальная. Либо отпала сразу. Остальные либо не перечисляй теперь. 124. Хорошо, ненормальная. Скажи, пожалуйста, нормальная женщина оценит те условия, в которых она находится, и будет заземляться, укрепляться. 125. Что значит будет заземляться? Она и должна быть заземляющим элементом. 126. Значит, мне продолжать там, где я нахожусь, заземляться, чтобы быть женщиной и никуда не рваться? 127. Быть благодарной за то, что есть сегодня. Мечта должна дополнительно окрашивать твой день какими-то красками, которые ты не можешь в реальности получить. Но ты их добавляешь к тем краскам, которые в реальности ты пробуешь уже получать. Они есть. Ты настраиваешься и стараешься эти краски получить. 128. Если ты мечтаешь, пусть это как бы добавляет к этим краскам еще краску, а не опровергает их, не гасит их, когда у тебя выбивается все из-под ног в реальности и остается только одна мечта, которую реализовать не удается. Ты начинаешь зависеть на ней. Но у тебя нет тогда ничего. 129. А изменяться ты можешь только в реальности, когда ты реальность нормально принимаешь, учишься правильно выражать себя, развиваться в этом, изменять в себе какие-то качества, которые становятся еще лучше в тебе посредством тех контактов, общения, какого-то взаимодействия, которое уже в реальности есть каждый день. Это и есть самое главное, настоящее, что у тебя сегодня есть. 130. тогда, если я остаюсь в этой ситуации, которая есть, у меня возникает вопрос, насколько нужно мне заземляться. Допустим, я заболеваю, а мужчина, который рядом, обладает зрительскими способностями, хорошо делает массаж. И он в какой-то момент, когда мне было совсем сложно, помогает массажем. Естественно, мне это нравится, потому что много лет. 131. Можешь не говорить почему, я понимаю. Дальше. 132. Либо я продолжаю заземляться и думаю о том, что всякий раз, когда мое тело будет в этом нуждаться, я его попрошу и он сделает. А я знаю по собственному опыту степень своей привязчивости к прикосновениям. И могу предположить, что я привяжусь к этим прикосновениям, потом мне мужчина станет нужен. 133. Ну приезжаешься. Где проблема? Еще проблемы нет у тебя? Ты говоришь о вещах естественных. Они, естественно, будут, у каждой женщины будет так. И что? Да и у мужчин также будет. И что? 134. Но если у меня не возникнет чувства любви к этому мужчине, не возникнут более серьезные какие-то взаимоотношения, то у меня будет некий разрыв внутри. 135. И ты будешь учиться в этот момент благодарить ситуацию и прилагать правильные усилия. 136. Просто благодарить ситуацию. 137. То есть нельзя бояться жить правильно только потому, что можно к чему-то привязаться. А вдруг потом это исчезнет, будет больно, и вы создаете картинку, как этого избежать. Да умри все, и этого не будет. Иначе как же жить? 138. Все хорошее это то, что всегда хочется повторять. Если вы ощутили приятное, вам захочется это повторить. Это нормальное явление. 139. И естественно, вы понимаете, что вы живете в условиях, где ожидать, что постоянно удовлетворялись ваши желания, это нереальная фантазия. Это невозможно, потому что все слишком изменчиво. 140. Вы все очень разное, меняется настроение, меняется понимание, столько всего меняется. Это как постоянно движущиеся какие-то шарниры, шарики, все гудит, все свистит. И в этом случае рассчитывать на какое-то постоянство это уже негромотное отношение к реальности. 141. Вы должны быть готовы к постоянным изменениям. то есть как бы готовы, понимаете, что они вполне в любой момент могут быть будут. Ну что же, значит, будете потом, на тот момент, как-то пробовать посмотреть по-другому уже. 142. Но это потом будет. А сейчас у вас есть реальность. Так пользуйтесь этой реальностью нормально, извлекайте из нее радость, будьте радостны. Что-то допустимое хорошее можно извлечь, извлекайте. А что будет потом, так потом и поговорим, если не будешь знать, как поступить с чем-то. 143. Но будь готова отказаться от того, к чему ты привыкаешь. То есть где-то можешь переспросить себя, насколько ты готова, если этого не будет, как-то это принять, отнестись к этому более-менее ровно, с благодарностью. Быть благодарной, что все-таки это было интересно. 144. Ну шло, ну да, немножко грустновато. Но это же не конец жизни, это нормальный переход в другое что-то, что тоже может приносить радость. 145. А если не строить планов на мужчину, то, может быть, эта привязка не возникнет? 146. Не надо никакие планы строить. Живи сегодня. Вот есть данность мы живи. Проживешь с этой данностью всю жизнь, ну ладно. Проживешь только день, ну ладно. Завтра будет другая данность, и будешь опять радоваться тому, что тебе сегодня дано. 147. Планы. Это же сколько примеров интересных помнят те, кто уже сейчас имеет приличный возраст. Они знают, что такое пятилетки, которые были в Советском Союзе. Это государственный план. 148. Вот он строится и потом друг друга за грудки трясут. Почему не исполняете план? То есть возникает требование. Ну, план нарисовали, а почему он именно таким должен быть? Почему? Почему надо требовать, чтобы именно так было? 149. Попробовать устремиться к этому можно, да вот думаем. Решили, что сегодня, наверное, километров десять надо пройти, чтобы быстрее добраться до темно. Старайтесь, идете. 150. Какие-то одни препятствия, другие препятствия. И вы начинаете чувствовать, что если вы их будете решать, кто-то помощи попросил, там кролик хромой бежит, повреди лапку, то до темно не успеете. И что, можно пнуть кролика, иди отсюда и не смущай, мне некогда. 151. Или остановиться, не получается, так не получается. Полечили лапку кролику. Ну, будем ночевать подождем, да ладно. Под елкой сейчас попробуем как-нибудь. И в радости рассказывайте друг другу рассказы какие-нибудь веселые, и переночевали где-то в глухом лесу, не дошли. 152. По-разному можно идти к цели. Если с требованием, то вы пройдете мимо многих очень важных, ценных элементов жизни, которые вас должны были обогатить. Вы топнули в сторону и остались бедными. 153. Но придете вы вовремя по тот кров. Но на самом деле вам и не надо было там быть. А может быть, там как раз в этот момент должны были всех ограбить. И вот вы вовремя пришли туда и вас ограбили до кучи. То есть вы все равно в нужный момент куда-то попадете, если вам там надо быть. 154. Направились куда-то идти, вы в нужный момент будете в каждой точке, если будете идти правильно. Именно в нужный момент для вас благоприятный. Значит, что-то где-то будет для вас готовиться, преподносится вам в качестве дара. 155. Но если вы тупо упретесь и начнете ломиться, несмотря по сторонам, слишком требовательно относясь к тому, что вы поставили перед собой, вы очень много пропустите. И не просто пропустите, но и потеряете еще то, что имеете. 156. То есть проще, гибче надо воспринимать эту реальность. Поэтому планы глупые всегда. Наметь ведь можно, прикинуть как бы так, но не привязываетесь к планам. 157. Просто вы можете ориентироваться, к примеру, что скоро зима, хорошо бы что-то заготовить. Но сориентировались. Но как вы будете это делать, как вы будете кому-то нервы трепать, готовить что-то, это уже разный момент подхода. 158. Получилось хорошо, не получилось, да не пропадете вы. Значит, без этого вам как-то надо будет обойтись, значит, это не нужно вам было. Но не трясите друг друга за все эти планы, не спрашивайте. 159. Поэтому жри проще, Тань. Получается отдавайся этому делу с душой, с сердцем. Как ты понимаешь что-то правильным, так и делай. Радуйся за то, что тебе удается быть полезной кому-то. Расцветы в этом отношении, в человеческом. 160. Просто так получилось, что несколько раз я была так называемой сбежавшей невестой на земле обетованной. И всякий раз, когда, допустим, мужчина вдруг ко мне разворачивался, я вроде думала, что буду невестой, потом оказывалось, что я не невеста, я приходила к какой-то невозможности составить пару. А мужчина уже ко мне привязывался. И потом, когда он начинал переживать, мне было очень сложно, я чувствовала себя преступником. Страх перед этой ситуацией у меня остался. 161. Ну да, вы ответственны за тех, кого приручаете. 162. Эту фразу я тоже помню всю жизнь. И как вот здесь. 163. Как что? Жить не переживая, идти так, чтобы тебя ничего не волновало? Умри. И никого не будешь волновать. 164. О, боже мой, как я тебя люблю. 165. Учись радоваться. Понимаешь, тебе бывает, что-то дается в руки, и ты тут же начинаешь какие-то параллели проводить, ты сразу уходишь в фантазию. Не фантазируй, пусть фантазия тебе добавит краски, но не перечеркнет то, что у тебя в реальности есть. Иначе ты легко уходишь фантазию и перечеркиваешь реальность и опять бежишь дальше. И стрекозка начинает прыгать, и ничего у нее нет. 166. Когда человек живет вечностью, он начинает ценить настоящее. Когда человек начинает заглядывать в вечность, он живет слишком неправильно. 167. Он не живет. 168. он не живет. 169. Спасибо большое тебе, родной. 170. Так что учись вечно. Что-то не реализуется и желанного это не проблема. Вообще, задача стоит людьми стать, стать человеком с большой буквой. 171. Конечно, где-то можно попереживать, но вот какой хороший человек, или какая хорошая женщина, а никак не получается что-то с семьей. И что? Ну кому польза то будет от таких переживаний? 172. То есть есть некая данность. Искать причину, кто в этом виноват, глупо. Никто не виноват. Вы живете в гармонии, так учитесь ее уважать. И данность, которая в гармонии вам откликается, это то, что наиболее интересным оказалось на сегодняшний но нет других вариантов. 173. Эти же варианты то из вас состоят, а нормальных вас нет. Так какие варианты нормальные искать? Кто их будет создавать? Инопланетяне, что ли? Вы должны создать, эти варианты. 174. От куда ни глянешь, все одно и то же везде. Вы пока не можете нормальные варианты создать, так и успокойтесь тогда. Просто учитесь быть людьми. Все у вас однажды получится. Но переживете вы это тело, другое будет. 175. Вот тут можете помечтать, если вы живете хорошо, будет еще лучше. И это уместная мечта, это не что-то глупое. Потому что действительно будет лучше, если вы правильно идете. Вы никуда не денетесь. Но поменяйте инструменты свои, другой будет инструмент. Я уверен, что он будет интереснее еще. 176. А сейчас давайте радость друг другу нести. Вот что требуется. Ведь посмотрите, что вокруг происходит. Сейчас будет очень сильная дистанция возникать между теми, кто зацепился за островок радости, на котором они пытаются вместе соединиться и создавать атмосферу радости, и всем остальным миром, где друг друга за грудь трясут, а дай долг. Ты куда пошел? 177. У них нет радости. Это огромная трагедия миллиардов людей. Но спасите помогите веду человеческому выжить. Научитесь эту радость друг с другом делить. 178. Но внешне это все глупости. Внутренне, как вы искренне друг с другом, с трепетом, с уважением, делитесь этой радостью, не навязывая эту радость, скромно, смиренно, вот что сейчас надо. Вот что сейчас решает судьбу мира. 179. Казалось бы, такой уголочек маленький, затерянный в тайге, но вы решаете судьбу всего мира. Потому что вы едины, вы не отрываетесь от этого мира, вы едины с ним. И своими усилиями вы меняете его структуру, информацию эту меняете. Вы воздействуете на это поле окружающее, и оно на них сказывается. 180. Знают они об этом, не знают, доросло до этого наука, не доросло совершенно не важно. вы воздействуете, и то, что нужно, происходит. Так продолжайте не терять себя в этом непростом времени, потому что на вас тоже идет отклик этого мира. Он вас давит, он вас провоцирует, он соблазняет. 181. То есть он хочет проникнуть щупальцами вашу жизнь заставить вас действовать согласно этим общим законам. Сопротивляетесь. Вот она ваша борьба за чистоту своего духа. Вы борете сейчас, у вас серьезное сражение происходит. 182. Просто не теряйте эту бдительность. И победить вы сможете, когда вратники, в руках которых цветы. Помните еще давнишний образ такой? Ну так цветы это ж как радость. 183. Только никогда вы этими цветами в морду тычите друг другу, посмотри, порадуйся. И ждете взгляда, отреагирует он или нет, или уже не любит вас, если не реагирует. Ну перестаньте глупить уже. 184. Просто будьте с цветами в руках и все. Увидит. Все, кто открывает глаза к радости, навстречу радости, ищет радость, увидит за километр, за сто километров. Увидит. Не беспокойтесь. А это нужно им. Они это увидят, это их поддержит, и они тоже начнут это делать. 185. А если человек не ищет радости, так вы хоть затычетесь ему в глаз или куда-то этим цветком, он его не увидит. Он будет на вас обозлен, потому что он не искал эти цветы. Ну не навязывайте. Навязывая, высеете злобу. Навязывая радость, вы умножаете злобу. Поэтому настоящая радость это просто радость. 186. Учитель, а вот насчет навязывания. Петропавловский храм много лет неотопливаемый. А в Петропавловке очень много домов с горячей и холодной водой, с душем, очень комфортных. И мне эта ситуация кажется ненормальной. Могу я, допустим, вынести на собрание предложение организовать фонд утепления храма. И будем обязательны какие-то сбор делать, чтобы можно было что-то изменить. 187. Не надо. Отопление это серьезная штука. Много там разных нюансов, где вы начинаете зависеть от техники, от денег начинаете зависеть. Храм должен быть зависимым в такой мере. 188. А один брат имеет в голове зорничный вариант отопления этого храма. 189. Смотря насколько это реально, чтобы не испортить облик и прочие еще какие-то нюансы. То есть смотря с чем это будет связано. Это непростая тема. Проще ее так не развивать, она как будто в этом нужды не должна иметь. 190. Я просто думала, что когда человек молится, то его не должно отвлекать то, что ему холодно. 191. Не надо об этом думать. Если он молится, он холод не заметит. Если он нормально молится, в холод его не возьмет. Видит холод не видит молитву, еще не умеет, наверное, молиться. 192. Тут женская беспокоенность неуместна. Все нормально здесь. Уютно водить в храме не надо женской рукой. 193. Понятно. 194. Там все должно быть просто наполнено духом. Духом единства. Ощущением, что человек находится с миром бытия, с отцом лицом к лицу. Если он к этому правильно идет, не волнуйся. 195. За чистотой, главное, в храме следить, чтобы там было опрятно, чисто. Вот что важно. 196. Ну ладно, теперь достаточно. Желаю вам счастья. И радоваться, радоваться больше. Давайте-ка свое доставайте оружие, это же самое главное ваши дробовики радость. Тоталитарная секта, вооруженная радостью. 197. Ладно. До встречи. 1. Шестой номер встреча с учителем в долине слияния. 2. При вступлении брата объединию семья у него спросила кушать триом рыбу. Он ответил да. Он спросил при каких условиях почему. Он ответил, что жена беременная готовит рыбу. Иногда ей хочется помнить что-то неправильным перебирать еду. Уместно ли было с моей стороны выразить смущение по его вступлению в семью? 3. Уместно 4. Семья услышав эту все-таки приняла человека и не увидела что это нарушение. 5. Но сейчас ты уже скажешь вот смущение оказывается было менее уместно. Или ты хочешь сказать все стоп быстро карпузики. Я пришел сказать что вы все неправильно сделали. Ты хочешь что-то такое выбрать? 6. Нет нет 7. Ну и все. Ты придешь и скажешь и уточнил про смущение. Оно оказывается было уместно. Не задавайся дальше вопросом как вести себя всей семье. 8. А мне при этом подсказали что это незаконно что учитель сказал ешьте хоть навоз. 9. Навоз разрешаю есть. Рыбу не разрешал вроде не было такого. 10. А я узнал что оказывается в единой семье у нас некоторые едят рыбу. 11. Но это слабаки. Слабаки на которых уже сложно будет рассчитывать. Если уже не в этой малости не могут себя победить. Если со своим желудком справиться не могут, то говорить о каких-то духовных задачах, это становится вовсе проблемно. 12. Хорошо. Но если люди в семье продолжают есть рыбу, то надо ли мне подходить и каждого спрашивать. 13. Что именно спрашивать? Ты ешь рыбу или нет? Что ты будешь спрашивать? 14. Мотив. 15. Мотив. Почему он ест рыбу? 16. Да. 17. Зачем? Он хочет. Дальше что? 18. Врач ему прописал, к примеру, есть такие ситуации. Если врач прописал, все нормально, значит да. 19. Но я же не уговорил ничего другого. Если учитель не договорил, значит можно придумать. 20. Этим вы сейчас сами решаете свою жизнь и свою судьбу и многое-многое. Это детское такое состояние уже как-то не привлекает не интересным становится. Какая-то примитивная наивность. Не умеете себе требовать ничего, тогда чего вы тут учетесь и время занимаете? 21. Делай так много, еще ерунду этой заниматься, упределить, что кушать, что не кушать вам, еще подсказывать эту тему. Как можно меньше вам надо будет кушать. Чем меньше будете кушать, тем лучше. 22. Учители, допустим, оли было мне отправить с горы в деревню 2 килограмма яблок на гостинцы. С единой семьей я это не согласовал. 23. Мне выращивают яблоки или что? 24. Нет, выращивают. Просто вот правило. 25. Да ничего. В этом проблема сейчас не просматривается. Вопрос задан как-то очень специфично. 26. Просто у нас есть правило что? 27. То есть вопреки правилам города ты сделала так? Нормально ли, что ты нарушила законы города, правила города? Вот так ты хочешь спросить? 28. Нет. я я понял что сделал неправильно. 29. А спросил тогда что? Что я тебе сказал если нарушил нормально? 30. Получается у меня самого вопроса и не было. 31. А спрашивал у меня что просто так? вопроса нет. я спрошу учителя все равно хотя мне все понятно. 32. Женщина находится в единой семье, но муж у нее неверующий не в единой семье. У мужа большая потребность выезжать в мир к родственникам и он там себя очень хорошо чувствует. после Дениска когда они выехали они были там полгода. Женщина задает такой вопрос я находясь там полгода испытывала большой дискомфорт. Потом почувствовала жизненно важную необходимость вернуться. Но муж не соглашался возвращаться. Я уехала сама. Видела какой он был расстроен и что я уезжаю. Не было ли моей ошибки что я оставила мужа в переживаниях а сама уехала почувствовав невозможность там больше пребывать. 33 У него будут регулярные переживания если он сделает что-то не так как он бы пожелал. Всегда будут такие расстройства. Если именно этот оттенок нормально ли оставлять его с расстройствами. тогда надо всегда удовлетворять все что он будет просить. Тогда это расстройство как бы может уменьшить. 34 Но оно все равно легко может появляться. Потому что желая сделать как он попросил или потребовал ты не все будешь делать так как он действительно хотел по деталям уже. Хоть это и сделала шаг навстречу но что допить может оказаться не совсем так. 35 То есть если предъявляются требования то их в принципе удовлетворять очень несложно. Они начинают расти и множиться в нюансах и удовлетворить требующего почти невозможно. 36 Поэтому надо какой-то другой оттенок посмотреть. Правильно ли уставила переживающим это странный вопрос. 37 Но женщина же должна внимательно следить за психологическим состоянием мужчины тем более мужа. И вот эта деталь ее смущает. 38 Ты проговорила жизненно важно. То есть если не сделать шага жизни может дать серьезную трещину и как-то повлиять на психическое состояние. То есть это связано вовсе с возможностью человека выжить как-то удержаться в жизни. Куда так спрашивается при чем здесь переживание? 39 Или все таки устаться и просто рухнуть там что-то такое. Но от этого легче ему станет. она осталась среди него и упала. Но зато осталась как здорово. И он спокойно перешагнул через нее и пошел делать свое дело. Но картина будет немножко странно рисоваться. 40 Тогда для нее очень важно понять что она 41 если жизненно важно то нет смысла спрашивать. Это как разговор о жизни идет для человека. Ему лучше следовать конеч тому что для него действитель но самым ценным является. 42 Либо какая то может быть ситуация где требуется жертва. тогда здесь надо посмотреть во имя чего жертва спасает ли он или просто удовлетворяет чье-то пожелание. 43 Пожертвовать и спасти кого-то удержаться потому что знает что если покинет человека именно такого который беспомощен то могут возникнуть ситуации трагические в его жизни если он останется один это один вариант 44 Другое дело просто не удовлетворяется желание человек здоровый он вполне может решить задачи жизненные это уже другой оттенок здесь уже может рассматриваться под вопросом возможности жертвенности так ее жертвенность может быть больше под ножку чем помощью 45 я правильно поняла что женщина может успокоиться и не считать что она 46 успокоиться она не сможет если она чувственно привязана она будет переживать просто может делать такой шаг но успокоиться так не получится 47 не считать ошибку и нарушением истины что она оставляет мужа в переживании 48 нет это в данном случае может зависеть от каких-то деталей дополнительных которые сейчас просто не прозвучали есть просто пожелание мужчины и решение как жизненно важное больше деталей нет в этом случае пока говорить об ошибке сложно 49 женщина находится в единой семье идет по улице встречает жительницу этой деревни которая занимается серьезным нумерологией и он этой женщине говорит я посмотрела данные твоего мужа он избранный хранитель таких-то знаний ты пожелуешь то ему передай что он такой великий женщина засмущалась и задала себе вопрос могу ли я передавать мужу то что увеличивает его значимость не будет ли ее ошибкой что он эту ему не передаст 50 может передать ее же попросили в данном случае это возможно 51 то есть ей не надо опасаться чего-то переживать за него 52 за что тут переживать 53 а у него как он говорит и так это слабость есть 54 но она же есть значит уже надо переживать причем здесь соседка или кто-то еще то есть уже можно переживать если слабость есть ну и до каких пор переживать 55 а это как бы увеличивает его значимость 56 так он и будет увеличиваться если он от ней не работает он будет увеличиваться обязательно 57 не скажет ему встреченная женщина он сам придумает что он хранитель законов умножения вселенной и тут уж только останется приклонница таблица умножения известна уже вселенского масштаба 58 то есть спокойно передала и все 59 да конечно скажи встретила тут оказывается ты не менее хранитель знаний какой ты не менее умница голова 60 вопрос от воспитателя семей нового детского сада в детском садике с целью развития воображения у девочек делает самодельные куклы без лица то есть глазки ротик носик ничего не рисуется воспитательница засомневалась что это правильно и спрашивает нет ли ошибки что мы делаем такие самодельные куклы благоприятную лету для развития девочек развивает ли это действительное у них воображение и способствует ли это их чувствованию красивого 61 а кто-то может очень красиво нарисовать 62 наверное могут 63 точно 64 точно могут 65 именно красиво могут нарисовать именно по-настоящему красиво слово красиво это же такая штука очень серьезная на тряпочке выпуклой нарисовать красивое лицо это надо быть уже мастером наверное и так над каждой игрушечкой сидеть это 66 а цель воспитателя неправильно поставлена что куклы лицо без всего пустой материал 67 а когда сами дети делают себе игрушки они рисуют красиво лица 68 я так поняла что им не предлагается эту 69 вот если сами дети берутся и делают себе игрушки но нет в магазине игрушек они будут красиво рисовать 70 нет 71 нет они будут с удовольствием играть будут то есть предполагается что если нет магазин нового ничего и дети это делаются сами то это развивает их 72 ну а тут просто него не сшили игрушечки а кто то сшил другой конечно же это не нарушит ничего а говорить о красивости уже нисколько специфично будет но отсутствие нарисов нового лица не носит какого-то опасного характера 73 если дети с удовольствием играют нормально но все они действитель но все придумают и гораздо лучше чем это сделает взрослый из-за них нарисовав что-то 74 и это развивает воображение 75 конечно 76 учителя допустим оли делится своей радостью ненависть его хотя ближние все время очень заняты у него мнение что ему это не надо 77 пока не понял ничего конкретного пока не прозвучало сейчас что такое радость в твоем понимании то есть ты делишься с ним и может быть это пугает его сейчас ты мне расскажешь я тоже вздрогнул но тебе радостно то есть мы пока говорим о чем-то очень туманом поэтому поточнее говорим 78 когда у меня очень хорошее настроение и рассказываю что я увидела и слышала придумала у меня внутри наполнение такое и я начинаю об этом рассказывать а он просто время от времени высказывает мнение что ему это не надо 79 и вопрос 80 я перестала делиться и отношения стали стабильно хуже прохлад дней мы не живем вместе 81 81 верно 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 82 правильно ли я почувствовала что надо устанавливать себя в выражении радости я перестала делиться своим хорошим настроением как быть 83 хорошим настроением не обязательным делиться через слово вовсе не обязательным делись молча ты же делишься энергией или звуками радость это не значит что ты рассказываешь об этом 84 84 ты рассказываешь о радости но ты ее не передаешь в этот момент вернее ты можешь передавать если ты уже в радости находишься но сами слова и радость это немножко разные вещи 85 испытывать любовь и тут же рассказывать о любви что то сами по себе слова будут грубо выглядеть тебе не удастся выразить чувства словами 86 тебе будет казаться что удается вроде бы что то передать но это все будет грубая попытка передать чувства словами какими то знакомыми потому что под всеми этими знаками у всех разное подразумевается и все человек не сможет то же самое увидеть что ты пытаешься передать 87 если тебя волнует возможность передать радость ты ее просто излучаешь делая что то простое молчишь из тебя она исходит делая то что нужно сделать в этом случае 88 а это больше эгоистическая честь тебе кажется что он тебя не слушает что если ты не расскажешь он не обратит внимание на твою радость да зачем на нее обращать внимание 89 если ты наполняешься радостью ты меняешь окружающий мир в этот момент все меняешь в округ уже действие нужное происходит 90 зачем его замечать почему надо обратить внимание человека на эту почему он должен подтвердить да молодец хорошо здорово вот для чего это начинается уже эгоистическое взаимодействие друг с другом 91 радость не эгоистическая вещь она уже носит немножко более возвышенный характер более благородный но это не нуждается в том чтобы говорили об этой радости так что спокойно выделяй эту радость не надо и дай ему 92 а вот когда я рассказываю своим другим друзьям у меня внутри много много радости и он расплескивается а с ним рядом я все время получается себя устанавливала и это как бы пряталось все 93 просто запомни главное что я тебе сейчас рассказал главное это быть в радости не говорить радости а быть в радости и все главное с этим связанное настоящее и будет происходить все остальное что может тебе показаться что это еще лучше будет только хуже это неверное отношение 94 если тебе хочется изобразить что-то красивое посредством чего-то ты силой музыку создаешь запечатлево и в изобразительном искусстве пытаешься влить туда свою радость это тоже интересный момент воздействия на окружающую реальность 95 но тут еще все зависит от того мастерства которым ты обладаешь можно тоже все испортить радость ты начнешь вкладывать но лучше на это не смотреть 96 человек играет не профессионально но он радостью выражает такую музыку лучше послушать заткнув уши чтобы не испортить ничего просто посмотреть как он с радостью играет почувствовать что из него исходит а не что он там бренкает 97 это тоже надо еще суметь сделать красиво чтобы почувствовать и еще и полюбоваться но надо учиться развивать в себе эти качества 98 так что главное это быть в радости и этим вы меняете мир торопитесь рассказать думаете что если не расскажете и вас не слушают радость не передастся глупости радость уже начинает действовать на окружающий мир с момента когда вы почувствовали в себе эту радость 99 вы почувствовали ее она проявляться начиная через вас пошли импульсы от вас кругами изменяя окружающее пространство все достаточно остальное скромность и смирение 100 здравствуй учители на данный момент у горского хора юригента хора не четкого понимания участия этого коллектива в праздничной литургии вот скажи пожалуйста какой из вариантов более правильны 1 что горский хор вливается в имеющиеся сводные хор с теми оттенками которые там предлагаются есть даже такое представление что не обязательна пить горскому хору а главное держать с устойния людей которые здесь живут дух чтобы мужчины дух держали и второй вариант что горский хор планирует какие будут псалмы в праздничной литургии звучать с какими оттенками в каком темпе и в это уже вливается сводный хор 101 ну и что заспорили 102 а спора не было 103 но ты же вопрос вынесла значит нет согласованности нет единого понимания 104 да единого понимания нет 105 а раз его нет это уже есть спорное сустойние я не говорю не подразумеваю что спорят это мрут сдергиваю друг с друга накидки я не рассматриваю этот вариант 106 просто если нет одного понимания это спорная ситуация вы не знаете как поступить вот я предварительно и хотел некоторое уточнение сделать потому что кто-то первые предложения выдвинул а кто-то другой почему-то отказался предложил другой вариант значит он не согласился с первым 107 но по каким-то аргументам он не стал соглашаться с ним вот тут хорошо бы и посмотреть что начало происходить как и кто размышлял какие аргументы в этот момент приводил 108 на хоровом семинаре где присутствовали священники и хормистеры деревень и горы была донесена твоя подсказка о том должен ли участвовать городский хор в принципе в литургии праздника ты сказал если я правильно помню что нам нужно участвовать и в городский хор должен составлять основу литургии 109 вы не слышали эту подсказку и что дальше 110 там велось рассуждение что же такое основа 111 все снова начинается все это как база она уже не меняется и вы начинаете детали рассматривать 112 вот именно там и возникли вопросы в том числе у хормистера сводного хора возник вопрос 113 но вопрос который ты задала противоречит вовсе этой базе этой основе предлагается совсем другая основа вы снова услышали теперь не менее основу вам надо поменять детали а вы предлагаете другую основу как будто подсказки не было 114 вам надо детали рассмотреть не менее основы сказано в горском хоре все значит это основа смотрите теперь детали но не меняйте основу 115 к примеру составляется список праздничной литургии 116 ну и обопритесь если предложил горянин что-то сделать сделайте попробуйте 117 это не сцена театра где люди приходят заплатив деньги послушать что-то посмотреть друг на друга и показать друг другу кто в чем одет другой мир вы создаете здесь совсем другие ценности 118 в кавычках учителя а умение пения уже сейчас как-то не на первом месте получилось подошла к микрофону Татьяна Алыцкая 119 в кавычках Таня радуешь радуешь улыбнулся учителе 120 в кавычках ты знаешь в какой-то момент я подумала о том что готова опять кому-то служить претерпев какие-то сложности и мне тут же поступило предложение вот мужчина статьи ему помогающей и более того это лучшие условия чем те в которых я живу у меня очень холодное жилье естественно я на этом откликнулась и с удовольствием служу мужчине уже неделю 121 в кавычках у 122 в кавычках он обо мне сбочится мы хорошие друзья мы много говорим о тебе он устремленный верующий в общем все просто заоблачно и я радости блесчу уже целую неделю но вдруг я посмотрела на свою жизнь и чего-то мне не хватает а чего мне не хватает я хочу на гору я хочу служить себе хочу претерпевать употреблять эти сложности и думаю надо же только 7 дней подлажен щеной и теперь у меня вопрос либо я ненормальная женщина 123 в кавычках да ненормальная конечно то не ненормальная в кавычках либо от полу сразу в остальные в кавычках не перечисляй теперь 124 в кавычках хорошо ненормальная скажи пожалуйста нормальная женщина оцените все условия в которых она находится и будет заземляться укрепляться 125 в кавычках что значит будет заземляться он и должен быть заземляющим элементом 126 в кавычках значит мне продолжать там где я нахожусь заземляться чтобы быть женщиной и никуда не рываться 127 в кавычках быть благодарной за то что есть сегодня дня мечта должна дополнительно украшивать твой день какими-то красками которые ты не можешь в реальности получить но ты их добавляешь к тем краскам которые в реальности ты пробуешь уже получать он есть ты настраиваешься и стараешься эти краски получить 128 если ты мечтаешь пусть это как бы добавляет к этим краскам еще краску а не упровергает их когда у тебя выбивается все из спутных в реальность и остается только одна мечта которую реализовать не удается ты начинаешь зависать на ней но у тебя нет тогда ничего 129 а изменится ты можешь только в реальности когда ты реальность нормально принимаешь учишься правильно выражать себя развиваться в этом изменят в себе какие-то качества которые становятся еще лучше в тебе посредством тех контактов общения какого-то взаимодействия которые уже в реальности есть каждый день это есть самое главное настоящее что у тебя сегодня есть 130 тогда если я остаюсь в этой ситуации которая есть у меня возникает вопрос насколько нужно мне заземляться допустим я заболеваю мужчина который рядом обладает целительскими способностями хорошо делает массаж и он в какой-то момент когда мне было совсем сложно помогает массажем естественно мне это нравится потому что много лет с 131 можешь не говорить почему я понимаю дальше 132 либо я продолжаю заземляться и думаю о том что всякий разкуп да мое тело будет в этом нуждается я его попрошу и он сделает а я знаю по собственному опыту степень своей привязчивости к прикосновениям и могу предположить что я привяжусь к этим прикосновениям потом мне мужчина станет нужен 133 но привяжешься и проблема но еще проблемы нет у тебя ты говоришь о вещах естественных они естественно будут у каждой женщины будет так и что да и у мужчин так же будет и что 134 но если у меня не возникнет чувство любви к этому мужчине не возникнут более серьезные какие-то взаимоотношения то у меня будет некий разрыв внутри 135 и ты будешь учиться в этот момент благодарить ситуацию и прилагать правильные усилия 136 просто благодарить ситуацию 137 то есть нельзя боится жить правильно только потому что можно к чему-то привязаться а вдруг потом это исчезнет будет больно и вы создаете картинку как этого избежать да умри и все и этого не будет иначе как же жить 138 все хорошее это то что всегда хочется повторять если вы ощутили приятные вам захочется это повторить это нормальное явление 139 естественно вы понимаете что вы живете в условиях где ожидать что постоянно удовлетворились ваши желания это нереальная фэнтезия это невозможно потому что все слишком изменчиво 140 вы все очень разные меняется настроение меняется понимание столько всего меняется это как постоянно движущиеся какие-то шарниры шарики все будет все свистит и в этом случае рассчитывать на какое-то постоянность это уже неграмотное отношение к реальности 141 вы должны быть готовы к постоянным изменениям то есть как бы готовы понимаете что они вполне в любой момент могут быть будут ну что ж значит будете потом на тот момент как-то пробовать посмотреть по-другому уже 142 но это потом будет а сейчас у вас есть реальность так пользуйтесь этой реальностью все нормально извлекайте из нее радость будьте радостны что-то допустимое хорошее можно извлечь извлекайте а что будет потом так потом и поговорим если не будешь знать как поступить с чем-то 143 но будь готова и отказаться от того к чему ты привыкаешь то есть где то можешь переспросить себя насколько ты готова если этого не будет как-то это принять отнестись к этому более-менее ровно быть благодарной что все-таки это было интересно 144 ну ушло ну да немножко грустного то но это же не конец жизни это другое что-то что-то же может приносить радость 145 а если не строить планов на мужчину то может быть это привязка и не возникнет 146 не надо никакие планы строить живи сегодня вот есть доность ну и живи проживешь с этой доностью всю жизнь ну и проживешь только день ну и ладно завтра будет другое доность и будешь опять радоваться тому что тебе сегодня дно 147 планы это же сколько примеров интересных помните кто уже сейчас имеет приличный возраст они знают что такое пятилетки которые были в советском союзе это государственный план 148 вот он строится и потом друг друга загрудки трясут почему не исполняете план то есть возникает требование ну план нарисовали а почему он именно таким должен быть почему почему надо требовать чтобы именно так было 149 попробовать устремиться к этому можно да вот думаем решили что сегодня наверное километров в десять надо пройти чтобы быстрее добраться до темно старайтесь идете 150 какие-то одни препятствия другие препятствия и вы начинаете чувствовать что если вы их будете решать кто-то помощь попросил там кролик хромы бежит повредил лапку то до темно то не успеете и что можно попнуть кролика иди отсюда и не смущай мне никуда 151 или установиться не получается а так не получается полечили лапку кролику ну будем ночевать подождем да и ладно под елку и сейчас попробуем как-нибудь путь и в радости рассказываете друг другу рассказы какие-нибудь веселые и переночевали где-то в глухом лесу не дошли 152 по разному можно идти к цели если с требованием то вы пройдете мимо многих очень важных ценных элементов в жизни которые вас должны были обугадить вы отопнули в сторону и остались бедными 153 но придете вы вовремя путать кров но на самом деле вам и не надо было там быть а может быть там как раз в этот момент должны были всех угробить и вот вы вовремя пришли туда и вас угробили до кучи то есть вы все равно в нужный момент куда-то попадете если вам там надо быть 154 направились куда-то идти вы в нужный момент будете в каждой точке если будете идти правильно именно в нужный момент для вас благоприятны значит что-то где-то будет для вас готовиться преподносится вам в качестве дура 155 но если вы тупо упретесь и начнете ломиться не смотря по сторонам слишком требовательно относясь к тому что вы поставили перед собой вы лучше немного пропустите и не просто пропустите но и потеряете счету что имеете 156 то есть проще гибче надо воспринимать эту реальность поэтому планы глупые всегда наметить можно прикинуть как бы так но не привязывайтесь к планам 157 просто вы можете ориентироваться к примеру что скоро зима хорошо бы что-то заготовить но сориентировались но как вы будете это делать как вы будете кому-то нервы трепать готовя что-то это уже разный момент подхода 158 получилось хорошо не получилось да не пропадете вы значит без этого вам как-то надо будет убойтесь значит это не нужно вам было но не трясите друг друга за все эти планы не спрашивайте 159 поэтому живи проще то не получается отдавайся этому делу с душой сердцем как ты понимаешь что то правильным так и делай радуйся за то что тебе удается быть полезной к моду расцветай в этом отношении в человеческом 160 просто так получилось что нисколько разъебла так называемой избежившей невестой на землю убитого но и всякий раз когда допустим мужчина вдруг у меня разворачивался и я вроде думала что буду невестой потом оказывалось что я не невеста я приходила какой-то невозможности составить порой а мужчина уже к мне привязывался и потом когда он начинал переживать мне было очень несложно я чувствовала себя преступником страх перед этой ситуацией и у меня устался 161 ну да вы ответственно за тех кого приручаете 162 в эту фразу я тоже помню всю жизнь и как вот здесь 163 как что жить не переживая идти так чтобы тебя ничего не волновало умри и никого не будешь волновать 164 в боже мой как я тебя люблю 165 в учись радоваться понимаешь тебе бывает что-то дается в руки и ты тут же начинаешь какие-то параллели проводить ты сразу уходишь фантазию не фантазируй пусть фантазия тебе добавит краски но не перечеркнет то что у тебя в реальность есть иначе ты легко уходишь фантазию перечеркиваешь реальность и опять сбежишь дальше и стряковка начинает прыгать и ничего у нее нет 166 когда человек живет вечностью он начинает ценить настоящие когда человек начинает заглядывать в вечность он живет слишком неправильно но 167 он не живет 168 он не живет 169 спасибо большое тебе рудной 170 так что учись вечно что то не реализуется из желанного это не проблема но в общей задачей то стоит людьми стать 100 человеком с большой буквы 171 конечно где то можно попереживать ну вот какой хороший человек или какая хорошая женщина а никак не получается что то семьей и что ну кому позже то будет то таких переживаний 172 то есть есть некая доность искать причину кто в этом виноват глупо никто не виноват вы живете в гармонии так учитесь ее уважать доность которая в гармонии вам откликается это то что наиболее интересным оказалось на сегодняшний момент но не других вариантов 173 эти же варианты то из вас состоят а нормальных вас нет так какие варианты нормальные искать кто их будет создавать инопланетяне что ли вы их должны создать эти варианты 174 окуда не глянешь все одно и то же везде вы пока не можете нормальные варианты создать так и успокойтесь тогда просто учитесь быть людьми все у вас однажды получится но переживете вы это тело другое будет 175 вот тут можете помечтать если вы живете хорошо будет еще лучше и это уместная мечта это не что-то глупое потому что действительно будет лучше если вы правильно идете вы никуда не денетесь но поменяйте инструменты свои другой будет инструмент я уверен что он будет интереснее еще 176 а сейчас давайте радость друг другу нести вот что требуется ведь посмотрите что вокруг происходит сейчас будет очень сильная дистанция возникать между теми кто зацепился за островок радости на котором не пытаются вместе соединиться и создавать атмосферу радости и всем остальным миром где друг друга за грудь трясут отдай долго ты куда пошел 177 у них нет радости это огромная трагедия миллиардов людей но спасите их помогите веду человеческому выжить научитесь эту радость друг с другом делить 178 но внешние это все глупости внутренние как вы искренне друг с другом с трепетом с уважением делитесь этой радостью не навязывая эту радость скромно смиренно но вот что сейчас надо вот что сейчас решает судьбу мира 179 казалось бы такой углочек маленький затерянный в тыге но вы решаете судьбу всего мира потому что вы едины вы не отрываетесь от этого мира вы едины с ним и своими усилиями вы меняете его структуру информацию эту меняете вы воздействуете на это поле окружающие и оно на них сказывается 180 знает они об этом не знают доросла до этого наука не доросла совершенно неважно вы воздействуете и то что нужно происходит так продолжайте не терять себя в этом непростом времени потому что на вас тоже идет отклик с этого мира он вас давит он вас провоцирует он соблазняет 181 то есть он хочет проникнуть чё пальцами в вашу жизнь заставить воздействовать согласно этим общим законам сопротивляйтесь вот она ваша борьба за чистоту своего духа вы будете сейчас вы серьезное сражение происходит 182 просто не теряйте эту бдительность и победить вы сможете когда вы родники в руках которых цветы помните еще давнишний образ такой ну так цветы это уж как радость 183 только никуда вы этими цветами в морду тычете друг другу посмотри порадуйся и ждете взгляда отреагирует он или нет или уже не любит вас если не реагирует но перестаньте глупить уже 184 просто будьте с цветами в руках и все увидят все кто открывает глазок радости навстречу радости ищут радость увидят за километр за сто километров увидят не беспокойтесь а это и нужно им они это увидят это их поддержит и они тоже начнут это делать 185 а если человек не ищет радости так вы хоть заточьтесь ему в глаз или куда то этим цветком он его не увидит он будет на вас обозлен потому что он не искал эти цветы вы не навязывайте навязывая вы сиете злобу навязывая радость вы умножаете злобу поэтому настоящая радость это просто радость 186 учителя а вот насчет навязывания Петро Павловский храм многолит неутапливаемый а в петро Павловский очень много домов с горячей и холодной водой с душем очень комфортных и мне эта ситуация кажется ненормальной могу я допустим вынести на собранье предложение организовать фонд утепления храма и будем обязательные какие-то сборы делать чтобы можно было что-то изменить 187 не надо отупление это серьезная штука много там разных нюансов где вы начинаете зависеть от техники от денег начинаете зависеть храм не должен быть зависимым в такой мире 188 один брат имеет в голове зерничный вариант утепления этого храма 189 смотря насколько это реально чтобы не испортить облик и прочее еще какие-то нюансы то есть смотря с чем это будет связано это не просто ее тему проще ее так не развивать она как будто в этом нужды не должно иметь 190 я просто думала что когда человек молится то его не должно отвлекать что что ему холодно 191 не надо об этом думать если он молится он холод не заметит если он нормально молится холод его не возьмет видит холод не видит молитву еще не умеет но верно молится 192 тут женская беспокоенность неуместна все нормально здесь будет наводить в храме не надо женской рукой 193 понятно 194 там все должно быть просто наполнено духом духом единства ощущением что человек находится с миром бытия с отцом лицом и к лицу если он к этому правильно идет не волнуйся 195 за чистотой главное в храме следить чтобы там было приятно чисто вот что важно 196 ну ладно теперь достаточно желаю вам счастья и радоваться радоваться больше давайте ко свою доставайте вооружие это же самые главные ваши гробовики радость тоталитарная секта вооруженная радостью 197 ладно до встречи звездное поле которое вы наблюдаете на небосклоне смеется же а а и